Бизнес-неделя стартовала в Ненецком округе в преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. Открыла деловую программу недели заседания Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности под руководством губернатора. Встреча руководства округа и представителей бизнеса прошла в формате открытого микрофона. Прежде чем перейти к вопросам и ответам, приятная процедура. Глава региона Игорь Кошин присвоил профессиональное почетное звание Ненецкого округа почетный предприниматель НАО двум заслуженным предпринимателям. Ими стали Нина Рочева и Василий Торцев. Оба представляют сферу торговли и проработали в ней десятки лет. Этих предпринимателей знают едва ли не каждый. И от этого их деятельность только ценнее. Я начала уже в пенсионном возрасте. И вот 22 года я предприниматель. Сложно, но имеешь цель и достигаешь своей цели только трудом. Спасибо огромное всем. За личный вклад в развитие отрасли в преддверии Дня российского предпринимательства глава региона объявил благодарность Анатолию Курленко и Виктору Хабарову. А благодарность собрания депутатов за вклад в развитие предпринимательства объявлено Анне Уткиной, Наталье Ковалевой и Владиславу Вучейскому. После церемоний перешли к повестке встречи. Предпринимательское сообщество накопило немало вопросов и предложений руководства региона. Первое – от бизнесмена Ильи Кадикина. Его суть – создание туристско-рекреационного кластера. По мнению Ильи Кадикина, разрозненные турпроекты, действующие на территории региона, никак не способствуют развитию сферы. Сделать это можно только сообща. Нужна какая-то определенная зона, где все предприниматели будут сконцентрированы и вместе предоставляют какие-то туристические услуги. Единственный барьер, который я вижу, что мне кажется, что такая инициатива должна идти непосредственно от первого лица округа, который будет непосредственно курировать это направление. Ну а предпринимательское сообщество, я думаю, оно уже подключится, и можно сделать реально какой-то проект наподобие, как я уже сказал, Великого Устюга, резиденции Деда Мороза, и чтобы это была какая-то фишка округа. У предпринимателя есть не только видение ситуации, но и концепция. Её проект Илья Кадикин после доработки представит губернатору. По мнению Игоря Кошина, идею можно обсуждать. Со своей стороны округ готов взять на себя вопросы об устройстве инфраструктуры и коммуникации на территории туристического кластера. Вопрос инфраструктуры волнует и Виктора Хабарова. К концу года предприниматель завершит возведение первого в регионе фермерского рынка в районе улицы Полярная. Свой участок бизнесмен обустроит сам, а вот прилегающая территория вызывает вопросы. Несмотря на то, что это практически является центром города, в данном месте инфраструктура практически отсутствует. Что касается своей прилегающей территории, то есть именно в границах участка, то есть у нас уже есть и проект, в том числе у нас есть и проект, который мы направили в департамент финансов, в департамент строительства и проект инфраструктуры прилегающей территории рядом с строительством нашего объекта. Мы ускорили процесс и стали ждать на море погоды. У нас есть возможность самим сделать проект. Мы его сами сделали, предоставили, чтобы не терять эти легоценности время. Поэтому хотел бы попросить вас содействия в этом вопросе. Решение этого вопроса глава региона поручил профильным ведомствам, отметив, что это яркий пример того, когда предприниматель строит объекты, а округ создаёт вокруг комфортную инфраструктуру. Мы должны вместе с вами напрочнять те барьеры, которые сегодня ещё существуют, по присоединениям, по инфраструктуре. Курсакция должна создавать инфраструктуру, дальше должны уже работать предприниматели. Не всё сразу всегда получается, и другой год не приходится. Бывают очень сложные времена, но вам ещё сложнее. И сегодня мы с вами держим курс на поддержку предпринимательности. В интересах предпринимателей региона на встрече был увеличен реестр инфраструктурных площадок с двух до девяти объектов. Это площадка под строительство рыбоперерабатывающего завода в Наринмаре, четыре инфраструктурных площадки для строительства рыбоводного завода в районе Харитоновки и две территории под строительство многоквартирных жилых домов в районе улиц Авиаторов и 60 лет Октября. Эти участки ждут своих инвесторов. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север».